Давайте расскажем, куда мы приехали. Так, сегодня 11 сентября 2016 года. Вот солнечная прекрасная погода стоит. Мы приехали в, как правильно сказать, Линдуловскую рощу. Вот, это Ленинградская область возле Санкт-Петербурга. Это старейшая лиственничная роща в Европе, написано было. Использовалась для корабельных деревьев. И тут самые высокие плойные деревья в Петербурге и окрестностях. До 51,5 метра. Сейчас будем их искать, все эти деревья высокие. Типа прототип Калифорнийского парка, да, Секлои. Я все, Паша, уговаривала поехать под толком того, что Секлои, это же то. Да, у меня мечта есть поехать посмотреть на высоченные Секлои в парке. Здесь классно вот устроено. Вот эти вот муравейники огромные. Но это не самый большой, конечно. Есть и больше, но вот так вот они все здесь огорожены. Аккуратненько. Вот. И там можно присмотреться, там целый микрорайон муравьишек. Мы всегда хотели очень давно уже поехать. И все никак не доходили. Руки, ноги. Вот это вот вход в Линдоловскую лиственную рощу. Сейчас мы туда зайдем. Вот еще один муравейник. Здесь вопрос просто там, чтобы у нас не совы билеты. Вот подойти сюда. Вот он тоже маленький такой, но жизнь там кипит. Можно ближе посмотреть. Ползает. Вот так, мы заходим. Нашла под березовик. Я нашла под березовик. Надо показывать. Он какой-то красивый. Я так сябливая, я так хотела грибов-то собирать. Держи, держи. Радости сколько, полные штаны. Когда смотреть. Все? Да. Леска просто красивенный. Красотичья какая. Просто это не важно. Так, ну что, еще поедем грибы? Да, сейчас найдем тут целый мешок соберем. Конец. Так, у меня большой мешок включил. Большой? Да. Вот так хорошо. На самом деле, дома в холодильнике грибы, которые Никита привез. Надо сегодня срочно сделать стул. Ну, ты можешь затворить и заморозить. Самое интересное, это их собирать. А есть это уже как бы так. Да, потому что дальше... На любителя. Да. Ну-ка, поганочки красивые, да? Да, поганочки красивые, но они не съедобные. Слушай, у меня было столько мухоморов, прям море. А, что-то и Мин выкладывал фотографии. Да, их очень много было. Они очень красивые. Я все удивлялась, почему мухоморов... Ой, Дашка, прям за курсой левее чуть-чуть от тебя. Моля, какой он красивый. Ну, ничего себе. Боже мой, ты посмотри. Да ты что. Гриб. Класс. Вообще офигенно. Очень классный. Ну, как мне сделать фоточку грибочка? Да. Так, у меня закрыт. И такая шляпка такая масляная. Ой, знаете, похоже на дикюшку. Ничего, класс. Глубов, правда, много. Ну, что, мы же собирали в этом году, нормально было. Ну, что, будешь срывать или мне? Давай, срывай. Та-дам. Ну, ты как-то неправильно сорвала его, конечно. Та-дам. 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 Та-да-да-дам. Как раз в нужной стадии. Конечно, их начнет больше, он будет уже водянистый. Пришли погулять с рифлистами. Сейчас дойдем. Вот такой красивый грибочек нашли. Похож на мухомор. Он, конечно же, не все домны. Но очень красивый. Белый. Белый мухомор. А Саша все отворачивает. Да, я хочу сказать, что здесь вот этот лесок прекрасно оборудован беседками. Можно спокойно посидеть, попить тут чай, покушать бутеры. Собирать грибочки. Природой нашли. Да, людей здесь немного вроде бы так. Можно подышать воздухом. Там очередные муравейники огорожены. Так, куда это мы пришли? В полянку. Вон, кстати, стрелочка продолжения маршрута. Вот, оказывается, Даш, видишь, тут стрелочки по маршруту. То есть, все сделано по-правильному. А что пишут? Что здесь написано? А, ну, это же запись. Линдуловская роща. Значит, это тот же самый текст. Ну, да. Который вначале. А, вот, посадки лиственницы через 100 метров от головного входа в рощу. А, на склонах долины и при речных участках вот раздела реки Рощенко они находятся. Наиболее старые деревья снабжены табличкой с номером. Вот так вот. А, ну, написано, что остальная площадь преимущественно ельниками занята. А, на самом деле лиственница, это же хвойные. Да. Да. Но то, которое сбрасывает. Ну, просто так оно выглядит. Я тебе могу сказать, когда я ее увижу, я скажу. Так их еще не было, получается, мы их не встретили. Вот это лиственница. У нее, видишь, маленькие. Вот, вот, на нами лиственницы. У них маленькие волки. И они, чем отличаются от елки сосны, они короче, да? И они сбрасываются на землю. То есть она лысая земля. Вот такая история. Вот так вот. Дальше в чащу. Расскажи мне, что такое Мелканиеме. Я об этом не знаю ничего. Все, кто с нами ездили, хотя бы один раз, все потом хотели вернуться и говорили, в следующий раз обязательно нас зовите с собой. Все. Ну, что же там такое вообще? Что там, какое-то магическое место? Очень легко и быстро достигается комфортное, гармоничное, душевное состояние. Да, слабо. Причем прелесть этого в том, что это близко, недорого, очень комфортно, очень кайфово. И практически всегда, какая бы компания туда не ехала, она получается очень теплая и душевная. Ясно. То есть даже самые злые люди, попав туда, становятся просто добряками. Расслабляешься и... Для справки, Мелканиеме это маленький городишко в Финляндии, вот, где все приезжают и расслабляются. Там есть озер, там, соответственно, все коттеджи стоят, ну, так же как и в школе, в принципе, прямо на берегу озера. Соседей рядом практически нету, ну, то есть соседние коттеджи, они есть, но ты их особо не видишь и не слышишь. Они далеко от границы, ой, недалеко от границы. Да, туда просто и быстро доехать. Ну, прикольно, конечно, когда тепло, чтобы можно было, мне кажется, покупаться там как-то вот. Слушай, с одной стороны, да мы были там, когда было и прям теплое лето, прям. Да, и было холодно. И были, когда было не жарко, а градусов 17, как сейчас, все равно там на любую погоду всегда найдется, что делать. Потому что в такой погоде ты можешь там гулять, играть в волейбол, играть в бадминтон. А вечерами, получается, играете в игры настольные, пьете? Мы в этот раз очень мало играли в игры, практически не играли. То есть мы как-то в последнее время дошли от этого. Просто общались, готовили еду вкусную, кушали, гуляли. Были дети, там с детьми возились по очереди с разными, разными людьми. Мы выбирали ягоды. Олег с Надей ездили на рыбалку, привозили нам кучу щук, шляпуней. А цветы рыбные делали? Нет, цветы не делали, просто кусали там, где рыба, очень вкусно было. Вы, получается, целую неделю там, да, тратили в дни отпуска, естественно, на это дело? Ну, в этот раз мы ездили с четырега по киндельнику, мы потратили только три дня отпуска. Подвинитесь, какие они высоченные. Да, красиво. Да, мы там проходили, они как раз пронумерованы там были. Интересно, а почему некоторые из них такие идеально ровные, а некоторые вот стали криво на макушке расти. Ну, вот она вообще, мне кажется, скоро упадет, она такая кривая. Да. Вот, а неделю мы туда стали ездить, первый раз в первом летом, мы поехали туда на выходные, но, может быть, ну, четыре дня. Ой, смотрите вниз, как там прикольно. Вообще класс. Вот, но, получается, по цене недели стоит столько же сколько выходные, плюс два дня. Поэтому выгоднее, естественно, за те же деньги поехать на неделю. Ну, ясно. И сколько стоит, получается, вот дом вы снимаете на неделю? Тысячу евро где-то? Даже поменьше, наверное, будет сейчас. Это, в принципе, там, на десять человек. Что-то мы здесь услышали звук ручья и захотелось спуститься. Может, больно привлекает. Я надеюсь, я здесь не грохнусь. А, это там родик приехал, наверное. Так, сейчас мы все-таки до него доберемся. Написано было, что эти лиственницы в этом лесу растут как раз возле ручьев, в низинах. Ну, здесь такой он не сильно живописный, конечно, но ручей, который журчащий, бурлящий рекой. Вот здесь такой овраг. А вот, которые калифорнийские секвой, они как раз вот в таких вот ущельях и растут, ну, побольше ущельях. Ну, вот они тоже высоченные, еще, ну, намного выше. И они, как правило, в этих ущельях, что там, где очень влажно, тепло и туманы. Да. Да, вот мы в какое место забрели. Настоящая река. С порогом. А сейчас тут настоящие, настоящие бездорожья. Смотри, как тут течение. Да, мне всегда в реках нравилось, что такие вот маленькие, когда вот они там, вода что-то обтекает. Что-то делает. Да, там в своей жизни живет какой-то. Еще и листочки так падают. Да, и там вон они кружатся. Смотрите, блин, да? Да, да, вообще. Осень. А я, ну, от запаха вот настолько, как бы, хорошо. Я даже не знаю, как это описать, как красиво. А я вот как-то от запаха очень быстро не выкаю. Я вот его сейчас отдельно уже не чувствую. Но иногда начинает вот тут дуть ветер, и ты вот чувствуешь аромат зимовый, действующий, какой-то клойный. Ну, я тоже как-то перестал чувствовать, но просто оно как-то уже не задумываешься, он уже есть, и ты дышишь им, и все. О, здесь вообще как круто. Вот это да. Да, река Лингова. Вот эта красота. Вот, ничего себе. Как красиво. Да, очень круто. Хочешь, я тебя сфотографирую? Очень красиво. Ты на камышки туда залезь. Вообще класс. Офигенно, как. Да. Ну, мы тут немножко пойти в сушу, да? Можно было просто спокойно гулять. Дарья, как классно вообще. Видно, смотри, что-то тут. А кто-то сюда готовился, но кто-то телефон попадает? Ко мне? Да, я тебе. Юля? Нет, лучше обратно. Смотри, как позирует. Как там Саша делал? Река шикарная. Это да, я сейчас еще заняту. Я на фоне дедушка. Да, да. Потрясающе, конечно, речка. Я даже не думал, что вот такая есть под Питером. Называется Линдула. Такие чудесные пороги. Здесь, наверное, плавает форель. Смотри, как-то ближе подойти. О, отсюда прекрасно видно течение. Вообще красота. Прям очень красиво, когда вот река огибает камушки, вот эти все, которые находятся в ней. Создаются такие вот пороги. Она вот туда входит к кусочке. Протаптывает сама себе дорожку. Интересно. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...